Здарова, это Шамшурин и в этом видео я расскажу тебе о двух важных моментах на свидании, о двух фишках. То есть одна, ну фишками их может быть как бы не назовешь, но как бы одна, скажем так, фишка, один момент для тех, кто уже практикует, как улучшить качество свидания. И вторая это для самых-самых маленьких, как говорится, для новичков, которые только-только пробуют себя и у них там начинает или не начинает что-то получаться. Прежде чем я тебе о них расскажу, хочу напомнить, что до старта моего заключительного онлайн-тренинга по теме пикапа в том формате, в котором все это было, осталось буквально 4 дня. Ты еще можешь успеть скачать на этот поезд, успеть забронировать себе место, ждем только тебя. На этом тренинге будем детальнейшим, подробнейшим образом разбирать тему свидания, помимо всех остальных тем с девушками. То есть там будет огромное количество техник, фишек, скажем, механизмов, инструментов, как оставаясь при этом самим собой достигать каких-то лучших результатов с девушками. Этот тренинг, напоминаю, стартует 20-го числа, ссылка для записи под этим видео, ты можешь прямо сейчас забронировать себе место, оплатить участие. И там будет более детальная информация по тому, что в том числе сейчас я тебе расскажу. А сейчас, значит, фишка и, скажем, момент номер раз. Многие парни, у них есть такой косяк, который уже практикует свидание. То есть когда они начинают трогать девушку, если она позволила им к себе прикасаться, потом они буквально не отрываются от нее. То есть они сразу начинают наращивать эту киноэстетику, либо сразу трогают ее и прикасаются к тем местам, которые как бы нежелательно трогать в самом начале общения. То есть они не понимают, что нужно делать это плавно или не знают, как это делать плавно. Я рекомендую следующую такую концепцию, то есть через нулевую фазу, как я это называю. То есть ты потрогал девушку, например, за руку, немножко покинестетил, посмотрел, потрогал ее пальчики, ногтики, описал, какие они прикольные, как тебе классно к ним прикасаться, какая у нее гладкая рука, там, или что-то, какие у нее линии. Перестал. То есть после этого ты делаешь какие-то паузы, например, пьешь чай, болтаешь, дальше что-то рассказываешь, спрашиваешь что-то о ней. То есть через какое-то время раз ты опять начинаешь трогать, но здесь ты уже пробираешься чуть выше, чуть дальше. Потом опять через какое-то время потрогал немножко, перестал. Через какое-то время посидел, пообщался опять, но в киноэстетике каждый раз потихоньку усиливается, скажем, ее уровень растет. Почему это хорошо? Почему хорошо спускаться опять на ноль и через время снова начинать? Спускаться на ноль, через время снова начинать, но уже более, скажем, на высоком уровне, более далеко заходить в плане киноэстетики. Потому что тем самым ты даешь девушке понять, что ты не привязан именно к прикосновениям к киноэстетике. То есть тебе прикольно с ней общаться, ты показываешь, что ты можешь и разрешаешь себе ее трогать. И это очень круто, девушка это очень сильно и хорошо оценит. Но при этом ты даешь ей понять, что ты наслаждаешься в принципе процессом, и тебе хорошо и так, просто общаясь и прикасаясь к ней. Это очень сильно располагает, то есть это вызывает ее доверие к тебе. И она позволяет тебе больше к себе прикасаться. И еще один важный момент, когда ты будешь это практиковать. То есть твоя задача в процессе практики, скажем так, научиться тому, чтобы ты переставал ее трогать буквально за какую-то долю секунды, за секунду, за несколько секунд, до того, как она скажет сама. Так, ну хорош, блин, здесь что-то ты перебарщиваешь, мы с тобой совсем мало знакомы. Ну блин, это лишнее. Слушай, ну не торопи события. То есть девушка может говорить какие-то такие вещи, чтобы сложить в себе ответственность и проверить тебя. Ну как бы она на то и девушка, чтобы так говорить. А ты как бы научишься чувствовать, что вот сейчас хорош, потрогал, там сделал массаж плечи, затылок, еще что-то раз перестал. То есть все ты делаешь дозировано. И вот только она хотела сказать, ну хватит, ну стоп, то есть ты слишком торопишься. Ты раз до этого еще взял и все прекратил. И у нее будет формироваться такая как бы штука в голове, что, блин, а парень делает именно столько, сколько я хочу. То есть он прям вот могет и умеет. То есть он себе разрешает прикасаться ко мне. Мне это и нужно, я от этого получаю удовольствие. Но при этом он не перебарщивает. Он делает именно столько, сколько я хочу, потому что только я хочу его остановить. Он останавливается сам за секунду до этого как бы. Значит, парень, ну как бы знает меру, то есть что ли, как-то так. То есть и у нее тем самым в голове формируется такая штука, что она больше начинает разрешать тебе себя трогать. То есть она думает, о, круто, этот чувак делает именно то, что я хочу. То есть именно столько, сколько я хочу, именно так, как я хочу. То есть для нее это важно, чтобы она думала, что ты делаешь так, как хочет она. Поэтому как бы у нее формируется такая штука в голове, что, о, круто, он делает как раз так, как мне надо. То есть еще раз резюмируя вот эту фишку, скажем так. Ты потрогал, перестал, спустился на нулевой уровень киноэстетики. Через какое-то время опять потрогал, но уже зашел дальше. Потом опять перестал. Потом опять через какое-то время потрогал, но еще дальше зашел. То есть и каждый раз тем самым ты продвигаешься и продвигаешься в плане наращивания киноэстетики. Это один из плюсов, второй плюс. Это вызывает у нее к тебе какое-то расположение доверия. Третий плюс, она думает, что ты делаешь ровно столько, сколько ей хочется и сколько она тебе позволяет. То есть твоя задача научиться переставать буквально за секунду. То есть научиться чувствовать, что девушка сейчас скажет, что все хорошо, подожди пока, не торопись. Очень крутая техника, очень круто работает. Очень быстро можно с помощью нее прийти к сексу, к обнимашкам, к целовашкам, к петингу. То есть к очень близкому телесному контакту. Там буквально за час можно девушку уже сидеть, возбуждать, трогать, целовать во всех местах и так далее. Это очень крутая техника. И второе, это для новичков, для тех, кто совсем-совсем ничего не знает. Возможно, вы об этом уже слышали от меня же даже на моем канале или на каком-то из моих тренингов. Но так или иначе, кто-то ее не знает, кто-то ее не слышал. Отличная фишка для новичков. Если ты сидишь с девушкой в кафе, не можешь позволить себе ее поцеловать. Просто логически понимаешь, что и смотрит она на тебя, уже ждет, когда. И ты думаешь, блин, ну все же круто, надо целовать. Но что-то тебе мешает, какой-то вот зажим, какой-то барьер. То есть ты очень не хочешь услышать вот этот вот, типа, нет, зачем там. Или то, что она, естественно, будет немножечко, как бы там, скорее всего, показывать, что это не нужно, что это нужно больше тебе. То есть она может сказать, ну не торопись и так далее. Тебе это очень не хочется слышать, и поэтому ты не можешь решиться поцеловать девушку. Хотя она сама уже ждет, когда ты это сделаешь. И ты можешь сказать такую штуку. Ты знаешь, все очень круто, очень прикольное свидание. Мне там с тобой так нравится, это такая классная. Но, как бы, дело в том, что я сейчас не делаю то, что я хочу. Как бы 99,9% что девушка скажет, что ты хочешь. И в этот момент ты спокойно, не накидываясь, поворачиваешь ее, берешь ее там за затылок. И так далее, за лицо поворачиваешь, начинаешь ее целовать. В этот момент она тоже, конечно, может податься тебе сразу, может немножко посопротивляться. Но ты показываешь, что я ее, как бы, я тебя целую. То есть ты ее целуешь. Это такой некий самопинок. То есть когда ты, как говорится, сказал А, говори Б. Потому что если ты, она спросит, а что ты хочешь? И ты начнешь говорить, ну я хочу тебя поцеловать, там, или что-то еще. То есть это глупо. Потому что, скорее всего, будет какой-то диалог неконструктивный. Она будет говорить, ну и зачем? Ну слушай, а тебе не кажется, что рано? А что, без поцелуя нельзя? Вообще-то я не целуюсь. То есть начнется какая-то херня. Сказал А, говори Б. Это такой самопинок. Это как у парашютистов профессиональных, которые отделились от самолета, выпрыгнули, вышагнули туда в бездну. И, то есть, соответственно, они говорят, параллель провожу. Я сейчас не делаю то, что я хочу. И если они не дернут кольцо, то они разобьются. То есть, соответственно, если ты после этого ее не поцелуешь, то ты разобьешься в собственных глазах. Поэтому отличный самопинок, отличная самомотивация, отличный способ как бы заставить себя перешагнуть через свое волнение, страх и сомнение, что как ее поцеловать, именно вот такая фишка. То есть, оно очень круто работает. Надеюсь, что это видео было для тебя полезно. Все это и огромное количество еще много чего другого про свидание. И не только про свидание. Я буду рассказывать и давать тебе практические задания, которые ты будешь выполнять и получать незамедлительный результат на своем онлайн-тренинге Old School от Шамшурина, который, напоминаю, стартует буквально через несколько дней. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы тебе на него успеть попасть. Жду только тебя. Ссылка для записи под этим видео. Записывайся и увидимся на онлайне. Это был Шамшурин. Пока.